Театр Преображения Театра «Пластика. Жест. Мимика». В основе действа всегда лежит импровизация, живое семиминутное творчество. Лучшие спектакли театра отличают свежесть чувств, острота сюжетных линий и неистащимая фантазия авторов. Игорь Андреевич, каким спектаклем вы закрыли театральный сезон и почему? Мы закрыли спектакль «Мечты с поправкой на жизнь». Это один из наших любимых спектаклей. Ну, мечты, мечты. Мы все мечтаем. Жизнь носит свои коррективы. Поэтому этот спектакль с сухим остатком, который заставляет немножко задуматься и прикинуть свои планы на будущее. Этот спектакль востребован зрителями? Да, безусловно. И в свое время мы даже вывозили его в Белград, в Сербию. Показали там его четыре раза. Это было, конечно, забавно, потому что музыка Егора Набреговича – это все равно, что в Тулу со своим самоваром. Тем не менее, публика с пониманием отнеслась и дружно нас приветствовала. Игорь Андреевич, какие постановки вы представили в этом году? Этот сезон, завершающийся, у нас был достаточно необычным. И мы рискнули поставить чисто драматический спектакль по пьесе Владимира Жеребцова «Подсобное хозяйство». Он у нас назывался «Солдатик» и поставил его заслуженный артист России Андрей Ерлыков. Спектакль получился очень интересный. Как мне кажется, более того, это показалось даже жюри из Санкт-Петербурга, которые отметили этот спектакль премии «Удачи сезона». И в комментариях к этому было написано, что за художественную достоверность. Спектакль о приключениях солдатиков, именно там молодых ребятишек, рядом с космодромом Байконур, когда там в большой жизни люди монтировали на стартовой площадке ракеты, они занимались подсобным хозяйством. И какие вопросы, удивительно, как на материале бытового конфликта, поднимались вопросы веры в Бога, что есть главное, что не главное, что сила и что слабость. Интересный спектакль, всех приглашаю. Какие спектакли вы считаете, как директор, знаковыми для театра «Преображение»? Наш театр, в принципе, сейчас предполагает эксперимент, потому что сам по себе жанр довольно необычный. Таких театров в России, ну, по пальцам пересчитать, не говоря уже о городе, тем более при поддержке Департамента культуры. Поэтому знаковыми для нас являются спектакли, которые мы захватили с собой еще из начала 2000-х годов. Это чисто пластические спектакли «Цукцванг», «Жизнь в стиле танго», «Навождение», «Мечты» и так далее. То есть это для нас являются спектаклями главного, как титульный жанр. Тем не менее, мы пытаемся развивать театр еще и как универсальный. Поэтому мы ставим спектакли для детей, спектакли в драматическом жанре, спектакли в микстовом варианте, то есть пытаясь сочетать и пластику, и слово. Поэтому каждый спектакль у нас не похож на все остальные. И если вы придете и посмотрите какой-то из них, то полного представления о театре вы не получите. В любом репертуаре, в репертуаре любого театра есть безоговорочные хиты для зрителей. Каковы ваши хиты? Самые посещаемые. Вот у нас, несмотря ни на что, вперед вырвались детские спектакли, такие как «Буратино» и «Дорога чудес». Вам же, как директору, известно о ближайших планах труппы и театра? Да. Какие постановки будут репетироваться? Мы постараемся открыться в новом сезоне новинкой, естественно. Это спектакль по повести Пелевина «Затворник» и «Шестипалы». Это тоже предполагается не чистым жанром. Это не пластика, не драма. Это, скорее всего, будет, опять же, какой-то микс. В спектакле будет занята вся труппа. И я надеюсь, что наш эксперимент в этот раз удастся на славу. Спасибо огромное, Игорь Андреевич. Спасибо вам за приглашение. Ну что ж, увидимся в Театре Преображения в новом сезоне. И совершенно точно увидимся в «Культурное время» ровно через неделю.